МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кумертау начали Разрабатывать стратегию социально-экономического развития городского округа на период до 2030 года. 25 июля в администрации состоялось заседание Координационного совета под руководством Бориса Беляева. Совет был создан в июле этого года. В него входят работники администрации, представители депутатского корпуса, агентства по развитию территории и общественности. До конца года мы должны максимально разработать эту стратегию с учетом всех направлений развития. То есть это и образование, и спорт, и рождаемость, и здравоохранение, и сама экономика, и ТССР. То есть по всем огромное количество направлений. И эту стратегию обсудить с общественностью, утвердить у депутатов, и после этого уже ввести в ГАЗ управления. То есть есть определенные сайты, где размещаются федеральные ресурсы. Стратегия должна быть направлена на уход от монозависимости. При разработке стратегии должны быть учтены мнения представителей власти и бизнеса, а также активных жителей города. На заседании Борис Беляев поставил задачи по каждому из направлений и установил сроки. Уже в августе каждый участник координационного совета будет защищать свой проект перед главой администрации. Также в городской мэрии на неделе состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости и своевременной выплаты заработной платы. Мониторинговая группа еженедельно проверяет предприятие, комментирует заместитель начальника территориального отдела Министерства труда Марита Валитова. В последнее время ситуацию мы полностью держим под контролем по задолженности по заработной плате. Так можем сказать, что та задолженность, возникшая, допустим, по управляющей компании РЭО-2, еще в марте месяце, полностью погашена. Погашение именно этой задолженности проходило в ручном режиме. То есть постоянно проводили совещание с руководителем, нашли источники и средства для погашения заработной платы. То есть любая ситуация по задолженности, она может решиться. Рейды по выявлению серых и задержкам белых зарплат проходят регулярно. Они уже принесли заметные плоды. В частности, у предприятия «Энергоконтракт» имеется задолженность по заработной плате в размере 2,5 миллионов рублей. Из них 400 тысяч уже выплачено. На совещании по неформальной занятости отмечалось, что в ближайшее время в городе начнутся повторные проверки предприятий, которые ранее были оштрафованы. 28 июля в администрации города под руководством главы администрации Бориса Беляева состоялось заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Кумертау. В работе комиссии также приняла участие заместитель министра финансов Республики Башкортостан Наталья Калугина. Подробности у Ринаты Гайсиной. В начале заседания глава администрации Борис Беляев рассказал о социально-экономическом развитии города Кумертау за первое полугодие. Подводя итоги полугодия, Борис Беляев отметил, в основном все показатели городского округа достигнут прогнозных значений. Экономика города развивается более стабильно, чем в прошлом году. Объемы производства выросли в 2,9 раза. По прогнозным данным, индекс промышленного производства на 2017 год спланирован на уровне 216%. Развитие экономики города за первое полугодие можно оценивать как стабильно. Объемы производства выросли в 2,9 раза. По прогнозным данным, индекс промышленного производства на 2017 год спланирован на уровне 216%. Благодаря шестикратному росту объемов на градообразующих предприятий мы смогли подняться в рейтинге среди муниститутов республики с 1962-го в прошлом году на первое место в текущем. На заседании рассматривались вопросы о перспективах производственного и инвестиционного развития градообразующего предприятия КумАПП. Говорили о проблемах и перспективах развития малого и среднего предпринимательства в рамках ТОСЭР, а также обсуждали итоги исполнения бюджета городского округа города Кумертау за первое полугодие. В эти дни по всей республике проходят итоговые совещания, посвященные подведению итогов за первое полугодие текущего года, итогов социально-экономического развития, исполнения бюджета всех уровней. Надо сказать, что город Кумертау по большинству показателей социально-экономического развития и исполнения бюджетов не вызывает каких-либо опасений. Есть, конечно, вопросы, по которым нужно работать. Это и задолженность по налоговым и неналоговым доходам. Здесь нужна большая разноценительная работа. В завершении заседания комиссия обсудила показатели социально-экономического развития города за первое полугодие 2017 года. В деревне Худайбергзина Кугорчинского района произошел несчастный случай. Ребенок во время растопки печи использовал горючие жидкости. Произошел пожар. Мальчик получил травмы. Его доставили сначала в Кумертаускую больницу, а после перевели в Уфимский ожоговый центр. В связи с инцидентом пожарные в очередной раз напоминают горожанам о необходимости соблюдать правила безопасности при обращении с огнем. В связи с этим хотелось бы довести до жителей о том, чтобы ни в коем случае не доверяли своим малолетним детям розжиг печи, также не доверяли разжигать мангал в летний период особенно. Данные мероприятия могут продавать только взрослые без применения каких-либо горючих жидкостей. При этом дверца топки печи должна обязательно быть закрыта. Должен быть притопочный лис, а именно перед печью. При возникновении каких-либо происшествий, а именно пожара, должны быть обязательно подготовлены первичства пожаротушения. Это такие, как вода, либо песок, либо огнетушитель. К сведению хотелось бы заметить, что согласно 69-го федерального закона о требовании пожарной безопасности у каждого жителя города и района должны быть в личных жилых домах, а также в квартирах быть огнетушители. Тем временем администрация города совместно с отделом МВД провела плановый рейд по обследованию торговых точек на предмет продажи в несанкционированных местах бахчевых культур и кваса. В ходе рейда было осмотрено 5 торговых объектов, из них только один предприниматель смог предоставить необходимый пакет документов. У остальных они отсутствовали. В связи с этим индивидуальные предприниматели, осуществляющие несанкционированную торговлю, были приглашены в городскую мэрию для проверки документов. По результатам анализа будут приниматься решения. В случае отсутствия документов бизнесмены будут привлечены к административной ответственности. Ну а первые арбузы и дыни появились на кумертовских прилавках еще в июне. Как правильно выбрать сезонные фрукты и ягоды, советует Роспотребнадзор. Сейчас наступил сезон продажи бахчевых культур. Это арбузы, дыни, которые реализуют у нас повсеместно. Сладкие ягоды, которые мы любим, которые мы все покупаем. Наша служба проводит лабораторные исследования данных арбуз и дынь. И, значит, вот за этот год уже было обращение от трех индивидуальных предпринимателей, которые приносили на лабораторные исследования арбуза и дыни с целью проверить их на содержание нитратов. С целью профилактики инфекционных заболеваний и отравлений рекомендуется гражданам приобретать бахчевые культуры в местах так называемой санкционерной торговли. На санкционерном месте реализации бахчевых культур в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность плодов. А также, что особенно важно, нельзя покупать надрезанные арбузы и дыни. Среди покупателей много тех, кто хочет взять лишь половинку южной ягоды. Этого делать категорически нельзя. Дело в том, что нитратное удобрение добавляется при выращивании арбуза и дынь для того, чтобы ускорить процесс созревания. Поэтому нитраты появляются в данных ягодах, и это требует особо тщательного лабораторных исследований именно на содержание нитратов. За многолетние наблюдения, насколько мы выяснили, наибольшее количество нитратов бывает превышение в дынях. По крайней мере, в нашей лаборатории обнаруживались превышения только в дынях. Продолжаем выпуск. Бездомные животные есть везде. В Кумертау, например, этот вопрос стоит очень острым. Горожане ждут от властей города продуманного решения, которое устроило бы всех, как любителей животных, так и тех, кто относится к ним с большой опаской. В связи с этим в городской мэрии состоялась встреча главы администрации Бориса Беляева с представителями организации «Доброта», которые занимаются отловом бездомных животных на территории нашего города, и зоозащитниками. Горожан беспокоит проблема, где можно узнать об отлове животных и что случается с отловленной собакой. И, наконец, горожан волнует вопрос, а есть ли возможность содержать собак в нашем городе. По итогам беседы зоозащитники и организация «Доброта» договорились о сотрудничестве. По предложению главы администрации, бездомные животные будут содержаться в Кумертаусском приюте. Вот мое предложение такое. Есть доброта, есть Кумертаус, есть волонтеры. Вот в контакте все будем, если собаки есть, можно даже это сообщать делать. Есть собака в пологовое, где-то кто-то звонит куда-то, диспетчер звонит вам. Ребята, давайте плавляем, они доброта, у них есть полномочия. Они это делают? Вот продукт с собакой. Что с ней делают? Включаются волонтеры. Вам отходят. Пишут все полностью. Эвтаназия, содержание, стерилизация. Принимаем решение. Продолжаем. В этом году стартовала программа под названием «Формирование современной городской среды по благоустройству дворовых территорий». В этом году в Кумертау планировалось благоустроить 12 дворов. Но благодаря тендерной системе удалось сэкономить деньги. Муниципалитетам было принято решение направить средства на благоустройство еще одного двора. Сейчас работы идут полным ходом. Так, по улице Окружной 16 будут заменены асфальтобетонное покрытие, бордюры, установлена детская спортивная игровая площадка. Чтобы воплотить это в жизнь, жильцам многоквартирных домов необходимо организовать собрание, подать заявку и определить меру своего участия в программе. Внести небольшую денежную сумму или же принимать активное участие в благоустройстве. «Мы решили взять трудовое. И вот сейчас, пожалуйста, даже у меня 70-летние бабушки вышли на работу и все делают. И все прекрасно. И вот, пожалуйста, посмотрите, какой садик мы развели. И нам поставят еще и бордюрчики красивые. Будет очень хорошо, красиво». Помимо благоустройства дворовых территорий, позитивные изменения происходят и на городских дорогах. В ближайшее время дорожники должны завершить капитальный ремонт покрытия на улице Магистральной. Рената Гайсина расскажет детали. Городские дороги – одна из самых больных тем, о которой говорить можно бесконечно. И власти, и жители мечтают о том, чтобы асфальт лежал ровно и не разрушался на протяжении как минимум десятилетий. Напомним, в этом году на развитие дорожного хозяйства Кумертау было направлено 58 миллионов рублей из федерального, регионального и местного бюджетов. С целью отремонтировать около 9 километров дорог. «Сейчас на 50% готовности улица Магистральная выравнивающий слой Мудор у нас положил. Вчера они приступили ко второму частовому слою. Я думаю, в течение недели они эту работу выполнят. Дальше у нас по этой улице Магистральная еще там увидели, наверное, будет оборудованным тротуаром параллельно это все делается с его асфальтировкой». Сейчас в центре внимания масштабный капитальный ремонт улицы Магистральная, который в самом разгаре. Его ведут бригады подрядной организации. Теперь лавировать между ямами на автодороге по улице Магистральной водителям больше не придется. Ремонт дорог ведется достаточно активными темпами. «Мы укладываем подушку из ПГС, песчаной граммной смеси, выставляем под уровень, под ноль, заливаем бетоном. Впоследствии будет закатываться асфальтом с наружной стороны и потом уже будем укладывать подушку под асфальт и закатывать все это асфальтом». Также в самое ближайшее время завершится установка бортового камня. Как известно, в комплекс ремонтных работ входит не только обновление дорожного полотна, но и замена старых бетонных бордюров и асфальтирование тротуара. И последнее, 2 августа в Иоаннопритеченском храме города Кумертау состоится архиерейское богослужение, которое возглавит Преосвященнейший Владыка Николай. И по окончанию литургии состоится крестный ход к источнику. «В этот день празднуется праздник пророка Божия Ильи. И это связано еще с тем, что крестный ход, который возглавит Владыка, и молитвенно пребывая все, кто участвует в этом крестном ходе, молятся и спрашивают у Бога милости Божьей, и чтобы наш город процветал, и чтобы Господь в своем лицезрении хранил нас всех». Что ж, это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова